доброго времени суток всем сегодня посмотрим с вами на две шины это маршал то есть кумфо маршал это для европы назвали назвались кумфо это и японская резина они обе в размере 205 55 16 модели сейчас покажу это у нас маршал матрак fx фото маршал а это у нас стоил джей 48 даю джей 48 и так собственно что я хотел сказать эти шины прошли в обе одинаковое количество тысяч километров где-то среднем по 50 тысяч они прошли у маршала с одной стороны практически до нуля стерлся протектор это скорее всего из-за неправильного развал схождения на автомобиле у той все равномерно стерлась но немного больше протектора осталось у той штаны циркуля на данный момент нету точно не могу показать сколько но если вы так увидите то здесь вот до индикатора износа еще где-то миллиметра полтора а здесь уже остался миллиметр где-то полмиллиметра больше осталось на той по жесткости то я немного пожестче это собственно подтверждает мою теорию в плане того что жесткая шина ходит дольше чем мягкая это можно вот наглядно посмотреть немного больше осталось протектора ну это и не совсем прям головая жесткая более-менее ну маршал у нас помягче получается давайте посмотрим что у нас тут на боковине написано у той made in japan есть отбойник и здесь и на маршале он присутствует максимальная нагрузка колес на то и 615 килограмм на колесо это индекс нагрузки 91 индекс скорости в дальше что мы еще можем сказать по поводу этой шины боковина у нее в размере 205 55 достаточно жесткая смотрите вообще практически не проминается очень жесткая боковина у маршала насчет этого обстоят дела намного хуже маршала видите боковину проминается достаточно сильно а вот то и вообще практически коловая не проминается боковина этого с чем хорошо более лучшая управляемостью то и и меньше шанс того что выскочит грыжа или вы порвете боковину но при желании естественно можно порвать и такую жесткую но все-таки все равно меньше шанса чем на марше лизна со стойкостью то я 220 3 2 индекс это 2.2 умножить на 16000 примерно получится сколько она ходит по нашим российским дорогам при обычном нормальном манере вождения давайте посмотрим у маршала что на боковине написано так маршал произведена кстати это шина в одиннадцатом году маршал а то и произведена я скажу в каком по моему в тринадцатом году так то и до 30 неделя тринадцатого года то и произведена а маршал в одиннадцатом году дальше что у нас маршал корея сделано в корее в этом корее потому что кумхо это изначально корейская контора но она может еще производиться в китае но качество особо не страдает стать от этого и китайская корейская шина нормально себя чувствует дальше что по нагрузке также 615 килограмм только здесь индекс скорости w 91w это больше чем вы точно я не помню можно посмотреть в интернете так давайте здесь поищем индексы износостойкости остальные так здесь я что-то не наблюдаю индексы износостойкости на маршале до его нету на маршале он не пробит ну соответственно значит что эта модель матрак fx именно вот это не проходила сертификацию на продажу соединенных штатах потому что индекс 32 пробивается только на шинах которые начинают продаваться соединенных штатах америки и так что мы можем констатировать по поводу этих двух шин обе они достойны за свою цену японская той и корейский маршал в принципе неплохо по рисунку маршала направлено это больше для трассы подходит но по мягкости она мягче а то и пожестче у нас и получается что-то и немного больше она походила то есть на пол миллиметра рисунка осталось больше чем у маршала соответственно как я уже сказал подтверждаем мои слова по поводу того что жесткая резина ходит дольше ну естественно что чем она жестче тем она возможно будет шумнее но рисунок направленный более шумный соответственно тишины по шумности примерно будут одинаковые собственно такое видео по буш на резине показал вам два колеса которые прошли одинаковое количество километров и как они собственно после этого выглядит как изношенная резина всем спасибо за просмотр если понравилось видео ставьте лайк пишите свои комментарии как всегда ссылки на мои соцсети будут в описании будет ссылка на сайт автопорт это сейчас организация в которой я работаю собственно занимаемся грузовыми легковыми шинами и дисками кому интересно заходить смотрите а так все всем спасибо всем удачи ни гвоздей ни жезлу всем пока